Да, короче, первое. Что у тебя изменилось с момента, ну, что было до бизнеса вкратце и что изменилось вот буквально когда ты месяц в бизнесе? Мои первые изменения в том были, что до бизнеса я был человек с непонятными целями. То есть я была улучшилась в университете и думал о том, что кем я буду. Я знал, что я буду горным инженером, но я не знал, что я буду толком делать там. Не знал своего предназначения. Вот. Я думал, что может я буду каким-то там начальником. Я думал, я всегда хотел преуспеть в жизни, но я знал одно, что на работе преуспеют могут только те, у кого большие связи там, хотя и то вряд ли. А если ты обычный человек, то что тебе? Будешь с лопатой всю жизнь ходить. Да. И мне твердили там в Белкалии, там в Беларуси всякое говорили там, ой, нас будем штуку пакса зарабатывать. Это смысл той штуки и полтари, если ты здоровье свое можешь угробить там. Я только начал топливный бизнес. У меня пошли результаты в плане общения с людьми. Я стал меняться. Я понял, что у меня есть надежда на мое будущее. И теперь, и теперь я за последний месяц заработал, в общем, около 950 долларов. Когда мои все друзья, все родственники меня обсуждали и гнобили в том, что тебе нечего делать. Лучше иди на завод, поработай после милера. Я их всех послал и делал то, что мне говорят. Говорит мой спонсор и вышестоящий. И у меня получилось. Вот уже два дня спецтренинга прошло. Насколько понимание, появилось ли понимание, какое-то видение дальше, впереди? Что там впереди? У тебя какое видение на ближайшие, к примеру, лет 5? Видение того, что я должен активно заниматься бизнесом, привлекать людей на тест-драйв, общаться с ними. То есть, за эти два дня я видел, как, например, мой спонсор работает, как вышестоящий спонсор работает, какая у меня движуха, что они делают. Пользуя от этого спецтренинга в том, что ты можешь подойти к человеку и спросить, как ты делаешь в той или иной ситуации. И потом проанализировать все их действия и принять свой правильный выбор и начать работать. И также это как мотивация в плане того, что, например, они сидят, работают и думаешь, быстрее бы тут надо все захватить, а то они за тебя все заберут. Как думаешь, если бы ты на спецтренинг не поехал, а остался бы дома и работал бы, ну вот как вот все, если бы не стремился сюда попасть и просто не поехал, да? Просто как все бы остался дома. Пошло бы, пошло ли бы движение в бизнесе настолько быстро, как сейчас или же, ну вообще, что бы происходило? А я бы сидел просто так. Дело в том, что спецтренинг сам, как я понял, я раньше думал, что спецтренинг там сидят, одно просто у компьютера, монитор сидишь и голубасит, нет. А я понял то, что это в плане того перенять опыт у других людей, чтобы понять, как кто делает, чтобы делать правильно, качественно. И в двух словах, вот скажи что-нибудь тем людям, которые вот сейчас в данный момент что-то ищут и им не хватает того, что у них есть, но где-то, может быть, где-то немножко боятся или еще что-то. В общем, что нужно делать тем людям, которые в данный момент находятся в поиске и хотят и зарабатывать больше, и как-то изменить стиль жизни своей? Я считаю, что нужно просто разобраться с теми, которыми мы занимаемся, понять для себя, что им нужно от жизни и попасть на тест-драйв, просто попасть на тест-драйв. Это был самый молодой мой партнер Денис Лепик, студент из Минска, которому 20 лет, который учится на втором курсе университета. Со всей ответственностью заявляю, что это будет один из самых успешных молодых предпринимателей в интернете. Хотя бы, как минимум, в Белоруссии. Я считаю, это что-то стоит. Если среди вас есть люди, которые чего-то хотят и готовы разобраться, вникнуть, то это ничего не стоит, в принципе. Это стоит всего лишь 30 минут вашей жизни для того, чтобы зайти на тест-драйв по кнопке снизу и увидеть то, что увидел он месяц назад. И только после тест-драйва начали появляться такие ячейки, как 300, 500 и 1000 долларов в месяц. 950 для студента, я считаю, это хорошее начало в первый же месяц. Поэтому решать в любом случае каждому.